Друзья, ну а мы готовы двигаться дальше. И сегодня у нас в гостях девушка, которая дорогу на телевидении пробила исключительно своим талантом. Теперь Мадина, участница шоу-танцы. Привет, Мадина. Здравствуйте. Все, что о тебе известно, это то, что тебя зовут Мадина. Ты из столицы, из Астаны. Пока все. Давай исправлять ситуацию. Танцую я с детства. Изначально увлекалась народными танцами и в подростковом возрасте я пришла к современным направлениям. Когда ты впервые пошла на танцы, что тебя туда направило? Родители отправили в кружок или ты сама хотела? Мама, она всегда любила меня водить в разные кружки. Я начинала с вокала, потом перевела меня на фортепиано, потом танцы. В общем, ну, меня очень творчески развивали родители. Сейчас уже можно сказать, сколько лет ты занимаешься танцами? Это, наверное, лет, может быть, 13. 13 лет. 13 лет. А ты помнишь первое занятие, когда ты только начинала, когда еще не все получалось? Хотелось бросить? Мне очень сложно даются поражения. Когда первый раз в жизни я проиграла, то все. Я думала, значит, это не мое. После этих мыслей как ты боролась со своим собственным поражением? Было сложно. Но, наверное, именно эта искренняя любовь к танцам меня просто не могла заставить не танцевать. В какой период ты поняла, что все, я поеду на проект и я хочу там участвовать? Что подтолкнуло именно меня участвовать на этом проекте, это, наверное, мои родители. Потому что за весь этот период я очень часто выезжала, представляла Казахстан, не раз выигрывала чемпионаты. Но почему-то для моих родителей это не было результатом. Этого было мало, да? Просто приехать, чтобы мои родители посмотрели на меня так же, как они смотрели на танцоров прошлого сезона. Мы знаем, как на шоу ты покорила Мигеля. Давай покажем нашим телезрителям, как это было. У нас есть видеоролик. Браво, Мадина, очень дерзкий танец, на самом деле. Скажи, как называется этот стиль? Это направление называется вакинг. И ты в нем профессионал или только начинаешь? Могу сказать, смело профессионал. Откровенно сказать, сейчас в твоем возрасте многие студенты до конца не определились в своем жизненном кредо и чем они хотят заниматься в будущем. Как ты уже сформировала свое впечатление о своей будущей карьере? Конечно, родители были за то, чтобы я выбрала такую более стабильную профессию, как можно сказать у всех. Но я и пыталась как-то найти себя в другой сфере. Но я поняла, что все-таки пока я могу, пока я молода, я буду заниматься именно этим. Какие планы? Конечно, хотелось бы провиться, как сказать, в телевидении. Это съемки в клипах. Ну, это так, примерные планы. Не только в Казахстане, может быть, где-нибудь за рубежом. Там у Бионс на подтанцовках. Было бы классно. А почему нет? Почему нет? Да, действительно, есть такие планы. Я думаю, все возможно. Конечно, единственное, только по росту, может, будут какие-то проблемы, и получится танцевать только у Кали Минок. Расскажи, пожалуйста, о шоу немного поподробнее. Есть ли там моменты интриг, когда кого-то откровенно зарезают и не дают пробиться дальше? С тобой это как-то связано или все-таки у тебя получилось все гладко? У меня получилось все, в принципе, гладко. Конечно, напряжение есть, чувствуются участники между друг другом, так как еще друг друга все плохо знают. И все друг на друга смотрят, расценивают, кто как будущих, как сказать, конкурентов. Да. Но, в принципе, в моем случае все было хорошо. Согласно твоим внутренним переживаниям и, возможно, интуиции, ведь женская интуиция никогда не подводит, есть шанс победить? Почему бы нет? Мадина, большое тебе спасибо, что ты пришла к нам на программу. Мы хотим пожелать тебе удачи не только в шоу-танце, но и во всех твоих начинаниях. Спасибо. Ну и, конечно же, я не могу не попросить тебя станцевать и продемонстрировать нам свои таланты. Сдавальстве. Сдавальстве. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok